Его любовь Не устает, смиренье стоит и ждет У двери сердце дежурство несет Не молчит, стучит Его любовь не перестает Не устает, смиренье стоит и ждет У двери сердце дежурство несет Не молчи, стучи Откликнись на зов Слышишь, это любовь Сердца открой Двери, двери Открытое сердце Открытое небо Открытые двери Для света преград нет Небесной росою Омытые души Меняются люди Меняются судьбы Открытое сердце Открытое сердце Открытое небо Открытые двери Для света преград нет Небесной росою Омытые души Омытые души Меняются люди Меняются судьбы Меняются судьбы Я сегодня модный Я сегодня модный Современный Я рекламу Ничего страшного Это не просто еще реклама Это же еще можно как духовные вещи Тут все это разобрать Запрет рекламы Нас всегда ругали За то что когда мы говорили Яблоко это не было яблоко Какая разница яблоко или яблоко Ладно поехали Да Сегодня я надеюсь Будет такое достаточно практичное слово Которое мы можем Смело практически применять И сегодня мы будем говорить Оооо У нас суббота какая заповедь была Четвертая Да Смажется Ну суббота Суббота Заповедь о субботе Если брать 10 заповедей Четвертая заповедь Да по-моему Наверное Ладно Сегодня тогда пятая Кто помнит что идет после субботы Какая заповедь Почитая отца Почитая отца Мать твою Давайте я открою Сразу прочитаю У меня открыто Это второзаконие Пятая глава Шестнадцатый стих Почитая отца твоего и матери твою Как повелел тебе Господь Бог твой Чтобы Продлились дни жизни твои И чтобы хорошо тебе было На той земле Которую Господь Бог твой дает тебе Вот такая заповедь Которую заповедал Бог Своему народу Да И это первая заповедь Есть в письмах По-моему апостол Павел Говорит или где-то там Не важно Что это первая заповедь С обетованием То есть это что значит Значит Делай то что там сказано И будет обязательно То что там сказано Понимаете Потому что Про все остальное Нет обетований Но это единственная заповедь Из десяти заповедей Которая Дается с обетованием Понимаете То есть она дается С обраточкой Такой Ты Делай это И получишь это И что же мы получим написано Чтобы Чтобы Продлились Дни твои И чтобы Хорошо тебе Было На земле Которую Господь Бог Твой дает тебе Мы же хотим Чтобы нам хорошо Было Правильно Очень хотим Чтобы нам было хорошо И тогда что нужно делать Почитай Отца и мать твою Поэтому Об этом сегодня поговорим И вообще просто поговорим Не только об этой Еще заповеди Но мы буквально посмотрим Да что это значит Я бы хотел так Это учение Разделить на две части Хотя наверное В процессе мы все перемешаем Как обычно я это делаю Я буду наверное И туда заходить И туда заходить Но все равно Я хочу дать две линии Одна линия Это буквальное Применение Это заповеди Другая линия Это ну уже Когда мы перекладываем Этот смысл Весь на духовную жизнь На наше вот движение Духовное На церковную жизнь И так далее На образы На символы И так далее Но в первую очередь Это именно вот Имеется в виду Сам смысл Этих вещей Почитай Отца и мать твою И что же значит Слово почитай Нигде я не посмотрел Что значит Слово почитай Но Когда вот размышлял Так просто По ходу дела Уже мы придем к тому Что оказывается Почитай Это ну Это больше чем Уважай Это больше чем Слово Чем просто слушай Это больше чем То что мы иногда Об этом представляем То что Да как Относись С уважением Да и так далее Потому что Да если нам Бог говорит Люби ближнего твоего Как самого себя Да То есть Ближнего Мы должны любить Как самого себя Не нужно любить ближнего Больше чем самого себя Правильно? Ближнего можем любить И должны любить Как самого себя Достаточно Для ближнего Если мы так К нему уже будем Относиться Но вот для меня Слово почитай Именно вот из того Что я Потом мы будем рассматривать Я пришел к выводу Что почитай Это больше Чем ты Можешь сделать Это больше Иногда Чем ты можешь представить И На самом деле Есть потому Что Это очень важный принцип На самом деле Почитать Почитать Родителей Почитать Отцов Почитать Матерей Потому что Бог на самом деле Он слышит сердце Знаете? Нет? Вот Бог Он Ну я бы такой вам образ дал Он как будто бы слепой Знаете? Он Он не видит иногда Вот Наружнее Знаете? Он видит Внутреннее И У него есть свои сигнализации Свои вот Маячки Такие Да? И если сердце Родителя Оно ему сигнализирует О том что Это сердце Ну Было почтено Получило Да? Почтение То Бог на это Не отреагировать не может И Ну вот как для примера Знаете? Почему я говорю То что Бог он как будто бы слепой Это вот как пример с Адамом Который был в раю Знаете? Вот Адам когда Яблоко они сорвали там Не яблоко Да? Плод Когда они его взяли сигнализация И не зазвенело Не прилетели эти люди Там да? Или кто-то ангелы какие-то Никто не остановил Да? Они сделали это все дело И что написано там? И Бог как по обычаю Пришел в прохладе дня Опять к Адаму Потому что он с ним общался Написано В прохладе дня И не находит Адама Говорит Адам Адам где ты? А Адам уже спрятался Да? Такими словами я тоже вижу Так это вот сущность Такая Бога Что ну Что Бог как будто вот Не в курсе был Знаете? Вот не в курсе Не открыто ему было Это принцип Понимаете? Да? Да? И поэтому И такой же принцип Примерно срабатывает С родителями Что Вот это вот Благословение Которое здесь обещано Чтобы нам хорошо было На земле Оно срабатывает Только в результате Нашего почтения К нашим родителям Понимаете это или нет? Давайте я вам сейчас прочитаю Бытие 27 глава Здесь есть история С которой я так хочу Немножко стартануть Это история про Иакова Когда он Украл Это наследство Своего брата Помните? Помните как он это сделал? Отец был старенький И написано Зрение отца притупилось Потому что он был старик И отец хотел благословить Старшего сына Которого звали Исаф И отец позвал этого старшего сына И сказал Иди Налови мне дичи Сделай мне кушанье Которое я люблю И принеси мне Я поем И моя душа Она Возрадуется от этой пищи И благословлю тебя И мы знаем что мать услышала об этом Мы сейчас не будем разбирать Почему там Почитайте историю Очень интересная история Это другое учение Про вообще Иакова и Исаава И так далее Кто там прав Кто виноват Но я вот вижу этот принцип Что Отец посылает этого старшего сына Чтобы он сделал кушанье для него И я вот сейчас хочу Прочитать Вот как здесь было Когда отец посылает старшего брата Он сказал Вот я Сын мой Тогда сказал ему Исаав Вот я Это 27 глава тут Почти с первого стиха Он сказал Вот я состарился Не знаю дней смерти моих Возьми теперь орудия твои Колчан твой Лук твой Пойди в поле И не лови мне дичи И приготовь мне кушанье Какое я люблю И принеси мне есть Чтобы благословила тебя душа моя Прежде нежели я умру Это слышала жена Сказала младшему сыну Потому что понимала что На самом деле Младший сын должен быть благословен У нее было откровение Да у нее было это переживание И Исаав там косячил Но отец хотел Старшего благословить И он переоделся Знаете мать Приготовила это кушанье Из козлят Уговорила этого сына Чтобы он пришел К отцу Младший Так как отец Плохо видел Но он там засомневался Ну в итоге Он его Благословляет И сказал 24 стих И сказал ли ты сын мой Исаав Он отвечал я Ну то есть это Исаак Переодевшийся в Исааву И Исаак сказал Отец Подай мне Я поем дичи Сына моего Чтоб благословила тебя душа моя И Иаков подал ему И он ел Принес ему И вина И он пил И Исаак Отец его сказал ему Подойди поцелуй меня сын мой Он подошел И поцеловал его И ощутил Исаак Запах от одежды его И благословил его И сказал Вот запах от сына моего Как запах от поля Которое благословил Господь Да даст тебе Бог От росы небесной И от ука земли И множество хлеба и вина Да послужит тебе народы И да поклонит тебе племенать Будь господином Над братьями твоими И да поклонит тебе Сыны матери твои Ну и так далее Да То есть он ему отдает благословение Вот именно в этот момент Когда он покушал Когда он почувствовал Вот это вот насыщение Когда он понюхал своего сына Когда сын его поцеловал Отец отдает благословение Зрение он не видит И поэтому я говорю Что работает этот принцип так То что сердце да душа Она как бы ну или вот Здесь вот такой есть прообраз Что Бог слышит сердце Понимаете И там был такой момент Когда вернулся Исаав И говорит И все там скрылось Вот он заходит к нему Уже приготовил И тут написано Исаак же отец его сказал ему Кто ты? Он сказал я сын твой Первенец твой Исаав И вострепетал Исаак Весьма великим трепетом И сказал кто же это Который достал дичи и принес мне И я ел от всего прежде нежели Пришел ты и я благословил его И он будет благословен Исаав выслушал слова отца своего Поднял громкий и весьма громкий вопль И сказал отцу своему Отец мой благослови меня Но он сказал брат твой Пришел с хитростью И взял благословение твое Понимаем да Такая драма разыгралась да Но это верхний завет да И мы это так видим И это не то чтобы да Мы должны тут как-то хитрить Или еще что-то делать Но я просто вот хочу то что вам Сегодня передать Это этот принцип Что Только Благодарное сердце Только почтенное сердце Родителя Оно будет услышано Богом То что на самом деле Благословение Оно Только лишь почтенное сыном Или дочерью сердце Имеет такую способность Произнести благословение Которое будет услышано Богом Понимаем нет Потому что наши родители они и так Ну они любят нас да правильно И они в любом случае желают добра своему чаду да В любом случае и переживают и благословят и наговорят тебе много чего доброго и оставят тебе все свое и и все Но Почтение Может Вот Вот Может Вмешаться кто-то другой да И Кого почтит его душа К тому и уйдет благословение Понимаете Этот принцип он может так сработать на самом деле Поэтому Это очень важный как бы принцип Что Мы должны понять что Насколько это важно и насколько это на самом деле Нам просто необходимо Чтобы Пока есть время Пока родители еще живы да Пока родители С нами здесь да Просто вот Умудриться Чтобы Ихнее сердце Оно было Получило это почтение И Это больше Ну Опять же да Вернемся к почтению что Что Это не просто вот знаете Сделать Норму Необходимую норму Которую вроде как от нас требуется да Вот просто Меня попросили Я сделал да Ко мне обратились Я Смог сделал Не смог не сделал Да Или еще что то да Ну то есть на самом деле Я сам про себя заметил что меня толком этому никогда не учили И Я просто вот из-за того что меня никогда этому не учили Я просто могу пройти мимо благословения в своей жизни Просто могу пройти мимо Потому что Ну просто норма Да Просто вот Сделать то что меня попросили Это не есть вот именно это почтение Потому что наши родители они На самом деле часто стесняются Знаете да или нет Они Вот им ничего не надо Они Всю свою жизнь тебе посвятили да Они как бы И для них самое лучшее Чтобы вот у ребенка было все нормально Поэтому Они не хотят лишний раз обременять их Своих детишек да Они понимают как мы заняты да И они очень аккуратны Они очень неназойливы В своих просьбах Ну я знаю что тут наверное бывают разные какие-то отступления от правил но Думаю что примерно в целом вот так в среднем Оно примерно так то что они не хотят напрягать да Они не хотят быть обузой да И они на самом деле тоже сами даже того не подозревая да Могут лишать своих детей вот этой радости почтения их да И даже на самом деле благословения Божьего Не как бы вот не призывая к этому да Не Они не могут требовать Они Родители Они на самом деле сами вроде Они всегда сами понимают что они должны давать Они должны вот своих детей как-то и заботиться и покрыть и так далее И поэтому они не привыкли принимать Они не привыкли получать Но именно этот принцип Именно этот принцип Заложен на самом деле у Бога в основе всего просто В основе сущности В основе бытия Чтобы дети Они заботились и почитали своих родителей Я На самом деле эта тема родилась вот Ну У меня в один вечер Когда я тут к своему папе поехал И Он мне позвонил Что-то там я уж не помню что он там попросил Ну что там воды Воды мне привези там купи вот Бывает я ему там Привожу эти баклажки набираю Когда он меня просит этой воды И я иногда ему какие-нибудь продукты покупаю Сам так что-нибудь Потому что я знаю что он это Пенсионер У него на самом деле как бы вот Ну Ему я не знаю Ему нравится наверное Вот этот вот чуть мазохизм Жить на эту свою пенсию Вот так вот все По чуть-чуть Тут 100 грамм сыра Тут 200 грамм колбасы И вот Ну ничего ему не надо И все И Ему все хорошо И Ему Ему лишь бы вот как бы Лишний раз не обременять Да вот воды он уже тут не может Воды это Будь добра принеси Да И Я ему воды то Как бы повез И звоню И думаю Может еще что-то купить он Ну Молока еще купи там Ну Ладно Ну может еще что-то у тебя вообще Ну там Пауза вроде такая Ну Да есть у меня все Не надо мне ничего И Я то понимаю что на самом деле Ну толком нет ничего И как бы ну Ну ему в принципе и не надо ничего Да Вот он так вот Ну действительно достаточно И я начал просто думать Думаю вот как коммунисты Зараза Они нас вот ну тоже вот Так вот Научили нас Хотя там нормально учили Да помните Старикам почета И молодым дорога Но Вот это все равно Вот то что Как бы да Нету Библии Да нету Слова Божьего В людях Да нету вот этого принципа То есть он сам даже вот не понимает Он вот Он свое Мне всегда готов был отдать А вот как будто бы мое Оно не его И вот ну лишь бы тут как-то вот Я тут сам как-нибудь протянул Я И вот ну я об этом думал Я набрал ему там огромную сумку там И получал просто кайф Я просто вот покупал 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 И просто вот с каждым разом Мне просто хотелось Все больше 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 ему Ну нагрузить этих продуктов Потому что я Я хожу и думаю Думаю Как вообще вот у нас Вот мозги то мои Привыкли на самом деле Что вот ну Его оно всегда моим было А вот мое оно Какое то вот тут вот То что якобы вот мои деньги Это мои деньги И И И я начал вот с этим чуть-чуть бороться Начал вот об этом размышлять И просто вот притащил там вот эту сумму Ну и первая его реакция Кот да ты столько Ну зачем Вот ты вот это все Я ему говорю Батя Я его даже поругал Я говорю Вот ты меня благословение Хочешь лишить что ли Вот вас говорю Коммунисты научили Говорю вот ну Что Я же говорю Ты же всегда все твое Оно мое было Почему ты сейчас вот У нас какое то с тобой Разделение что оно мое Оно вот не твое Я так живу А тебе вот и так Хватает Поэтому я говорю Ты давай прекращай Ну он что-то там фыкнул Но я почувствовал это На самом деле Я почувствовал как он Ободрился очень сильно Вот Потому что Ну это передать нельзя На самом деле Вот когда Отец он по-настоящему Он почувствовал это почтение К себе Ему понравились эти как бы ну Слова и так далее И я просто после этого Вот родилась эта тема Я начал понимать что Что они на самом деле Ну им хватает Они довольны Они тебя благословляют Они тебе самого лучшего желают Они чего угодно Как бы могут терпеть там Ради тебя да Но если ты умудришься В своей жизни Успеть почтить их Просто потому что они родители Понимаете И сделать вот что-то такое Что их сердце просто вот оно Оно тебя благословит Бог услышит это сердце Понимаете или нет Оно так работает на самом деле И просто вот это вот благословение Оно просто выйдет от него И к тебе придет Понимаете И он ну И это не от разума Потому что я говорю что Именно здесь Именно здесь Работает именно вот такой Как бы приятный Принцип понимаете Потому что вот как и Иаков да Он просто пришел И все и забрал Понимаете И все и забрал Первый он отец поел Отец вдохнул Отец и все 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 свое благословение Он покушал да И все оно ушло И мы Ну я не хочу И потому что я думаю что В новом завете оно не так работает да Тут не нужно как бы да Быстрее быть своего брата Но на самом деле нужно быть быстрее Потому что нужно спешить с этим И это вот на самом деле должно быть тоже Ну вот это и является частью Почтения такого что мы должны быть Ну вот иметь вот это вот желание поспешить На самом деле Пока они еще с нами понимаете Пока они еще Ну Просто потому что это родители Поэтому вот этот принцип тоже Успеть Быть первым да И Накормить да Почтить Это это работает да При этом да Это не означает что мы должны Им быть во всем послушны И во всем их вот как бы да От них все прям принимать да Потому что это ну тоже мы об этом еще поговорим Потому что это другое поколение Здесь есть разница между пониманиями И вот эта вещь как бы ну правильное да Благословение оно может только вот с родителями срабатывать только на уровне сердца На уровне почтения на уровне понимания часто оно может вообще не работать То есть понимание между оно может отсутствовать Но если как но но работать будет именно вот дела Дела которые вот именно реальное почтение когда мы сможем им оказывать да Когда они увидят что мы как бы вот когда сын сделает больше чем должен чем может да Чем как бы да от него требуется и так далее да то есть вот оно в чем почтение понимаете да Что тебе вроде и вот столько хватает но ты делаешь как бы больше Сделай их счастливыми на закате их жизни Оказав им такое почтение какое они может быть и не заслуживают как личности Но только потому что они родители Если бы мы как человечество смогли освоить этот принцип Жизнь планеты бы изменилась Видите как я написал круто Вы только представьте множество счастливых и довольных стариков Сердца которых исполнены радостью за своих детей Разве это не есть уже само благословение Просто ну на самом деле вот ну не получается до конца общества Воплотить как бы да этот принцип на самом деле в реальность Но просто вот представьте если бы мы смогли бы да этого достигнуть Какова была бы жизнь как бы на планете что вот старики они довольны и они просто вот благословляют И все оставляют своим детям потому что они уверены что дети о них позаботятся Все у них нет вот этих вот сомнений Просто вот если это вдруг механизм заработает Потому что по большому счету он больше работает там в отдельных каких-то точечных местах Но по своей массе нет поэтому это очень важный принцип поэтому мы должны бежать и спешить Еще один очень важный момент Евангелизация собственных родителей на уровне разума бесполезна Потому что они родители И вот родители и дети это всегда две разные субстанции Они родители не смогут от своего ребенка То есть грубо говоря ребенок не сможет стать для родителем родителем Понимаете потому что другими словами евангелизация да и приведение там человека к Богу да и как бы вот Да ну как бы вот чтобы Бога познакомить просветить там да Слово Божье к нему принеси сказать Мама тебе нужно так папа тебе нужно так тебе нужно в церковь ходить Бесполезно от детей эти вещи не принимаются просто по факту не принимаются Потому что ну дети не могут быть родителями у своих родителей все Потому что тот кого ты приводишь к Богу становится твоим духовным детям Ну ты как бы для него становишься духовным отцом духовной матерью там и так далее Тот кого ты рождаешь ты не можешь родить своего родителя для Бога Единственный способ показать твоему родителю Бога через почтение Через почтение через что-то что сокрушит его сердце Через что-то когда он увидит что я своего ребенка этому не учил на самом деле Потому что ну во мне не было этой заповеди И я когда-то своих родителей вот так я не почитал И когда вот родитель увидит насколько его ребенок его почтил да Насколько он оказал ему вот это почтение Это дотронется И через это родитель может прийти к Богу и увидеть Бога в твоей жизни на самом деле И тогда его заинтересует тогда сердце может открыться и тогда есть шанс на самом деле Поэтому это вот ну такое наблюдение на самом деле это вот как раз о том что очень сложно своих родителей привести к Богу Как вот мы других приводим рассказываем им там да знакомим с Христом Также очень важный момент мы не те кто можем указывать им на своих на ихние ошибки Мы не те Они от нас этого принять не могут поэтому это не наша функция Знаете мы иногда думаем что вот так как мы вот ну начинаем что-то видеть уже в своей жизни Более правильно может быть даже видеть да чем родители видят да Это вообще не говорит о том что мы должны им что-то вот ну сказать что они что-то неправильно видят Или как бы они что-то неправильно делают или делали что-то неправильно Это просто неправильный принцип его просто нужно вот вырезать и отрезать из своей жизни Потому что он тоже не сработает с родителями потому что это для них вот ну вообще просто ноль Просто это не это не то чтобы вы можете пробовать но оно не работает Потому что ну они может быть там скажут тебе ну да да там но они не примут Ты не ничто не сможешь сделать никак не сможешь помочь Очень интересная история это наглядная как пример этому это история про Ноя и его детей Знаете у него было трое детей Сим Хам и Иофет Помните да или нет такую историю Это был Ной который сделал ковчег который спас всю свою семью да Спас там всех животных всю свою жизнь посвятил для того чтобы спасти да этих людей Спасти вот это вот то что бог ему сказал то есть это был муж божий который да очень много сделал В итоге он все это сделал и представляете давайте я вам открою бытие 9 глава чуть прочитаю Ну и начал возделывать землю и насадил виноградник то есть вот все они уже прибыли да Вода сошла спаслись все хорошо начали новую жизнь и написано и выпил вина он начал возделать виноградник Наконец виноград появился наконец-то уже что-то пошло можно было успокоиться И написано и выпил он вина и опьянел и лежал обнаженным в шатре своем И увидел Хам отец Ханаана наготу отца своего и выйдя рассказал двум братьям своим Сим же и Иофет взяли одежду и положив ее на плечи свои пошли задом и покрыли наготу отца своего Лица их были обращены назад и они не видели наготы отца своего Ной проспался от вина своего и узнал что сделал над ним меньший сын ему И сказал проклят Ханаан раб рабов будет он у братьев своих И остальных он благословил да такая тоже жестковатая как бы история И на первый взгляд можно сказать ну вроде что такого Вот как я тут с другом разговаривал он говорит я тоже я как-то не понимаю говорят этой истории Ну что он вроде мог еще сделать вот он увидел наготу и что он мог вроде сделать Нам что он мог сделать накрыть он мог правильно или нет Понимаете то что в принципе должен сделать был хам когда он увидел наготу своего отца Это просто накрыть его и не рассказывать да поэтому вот хам да такое слово хам Что он был как хам да и отсюда пошло это слово на самом деле да хамство и так далее То есть он не почтил отца да он не вспомнил его вот да то есть он вот увидел И это на самом деле ну это часто бывает вот в нашей жизни почему я говорю что мы вот о буквальном говорим и о духовном Также мы эту тему должны рассматривать как вот ну то что происходит в церкви то что происходит вот с нами с нашими там Духовными отцами с нашими лидерами там и так далее да то есть мы здесь видим что но это на самом деле был ну крутой мужик Правильно крутой мужик и родители как бы его это знали да вернее дети его об этом знали и вдруг вот хам однажды застает отца за чем-то таким не очень красивым да вот он как бы увидел и в принципе вот тоже так пошел просто и братьям рассказал вот видел батя там набухался лежит спит и и и те это не захотели принять и даже не хотели на это смотреть потому что ну он то думал сейчас они побегут посмотрят батю там да как он чтобы потом посмеяться но они по-другому поступили да поэтому здесь очень важный такой момент для нас как бы вот для меня здесь хам он тоже является таким человеком которому что-то открыто которого открыты глаза которым вот может быть даже открыты духовные какие-то проблемы до духовное это видение что вот он на самом деле видит какую-то неправоту он видит вот ну правильные вещи и и видит неправильные вещи но отца неправильные вещи выговаривать нельзя поэтому неправильные вещи отцов что нужно делать покрыть покрывать не смотреть на них не обращать на это внимание пройти не заострять на этом не критиковать поэтому это тоже такой очень важный момент потому что ну мы это не можем нашим родителям то есть вот это вот поколение отцов и детей она просто разведена чертой такой и есть вещи которые вот не работают это одна из таких вещей что указывать ошибки им нельзя давайте я открою еще притчи где и колеси аст при притче 23 глава двадцать шестой стих соломон пишет своему сыну сын мой отдай сердце твое мне и глаза твои да наблюдают пути мои вот такой совет соломон дает своему сын сын сердце твое отдай мне и глаза твои пусть наблюдают пути мои то есть ну и глаза это ну друг другим словом про образа разума то есть уже разумение то что ты понимаешь что что ты видишь твое видение да и так далее то есть ты научись потому что дальше он пишет там же запятая на самом деле потому что блудница глубокая пробость и чужая жена тесный колодец она как разбойник сидит засаде и умножает между людьми закону преступников знаете почему он так написал потому что ну соломон он ближе к концу своей жизни там у него ну беспорядочек хороший такой был знаете он там сколько там тысячи наложниц у него было да жен там немерено 800 да 700 700 константин нам помогает почитал и поэтому он говорит то что ты не зависит от этого дал гость сердце свое ты мне отдай потому что ну твое сердце это ну ты должен все равно мне отдать независимо от того то что ты про меня знаешь то что ты про меня видишь там и так далее твои сердце оно как вы это должно быть прилеплено ко мне ты должен почитать меня другими словами ты это просто вот твоя функция почитать отца но смотри ну ты за путями мои и делай выводы делай выводы для того чтобы быть еще да может быть где-то лучше да и чтобы не спотыкаться там где спотыкался отец вот и мы теперь подходим уже да я теперь хочу говорить об отцах и детях кто у нас произведение такое написал отцы и дети тургенев вечная такая до проблем отцы и дети отцы и дети то есть хотел почитать там проект произведения думаю какую-то критику почитаю там но что-то не успел на самом деле хватает и так мысли хватает того что написано в библии но на самом деле вечная такая вечная вот проблема человечества недопонимание между двумя поколениями двумя причем соседствующими поколениями понимаете не внуки и деды да не правнуки и праправнуки тогда или но именно отцы и дети которые мы видим даже таки отцы и дети отцы и дети два поколения существующие в одно время на одной земле понимаете это не то чтобы одни живут а другие уже ушли нет именно фишка в том что это оба еще здесь находятся да и мы не говорим про детей которые совсем дети потому что ну это тут очевидно на самом деле что вот это уже дети которые дети в силе то есть дети это поколение идущих как бы сейчас живущих вошедших в силу свою до тех кто вот полон энергии полон энтузиазма до полон вот вот этой вот жизни да и отцы это те кто уже этот цикл завершили завершают да он у них уже как бы там заканчивается да у них уже не столько сил не столько энергии да но чем у них есть уже есть мудрость да уже есть опыт уже есть что куча ошибок уже есть да и так далее поэтому и они уже просто по-разному смотрят на жизнь эти совершенно два разных взгляда два разных подхода два разных принципа жизни отцы и дети и вот в этом вот заключается очень большая я покопался на самом деле увидел это очень большая проблема не просто там вот каких-то отдельных людей или какого-то места это проблема земли на самом деле проблема земли я вам это опять же докажу сегодня по библии бог говорит нам бог тоже вот он же не просто тогда что то говорит много я бог кого авраама исака иакова да вроде как просто да бог каких-то трех людей да но это же не просто три человека правильно это три поколения да это вот именно три поколения три времени которые идут один за другим да они родственники да и черченом через это бог хочет сказать что какой мы должны здесь понять что это бог бог он бог поколений бог он не бог только вот одного какого поколения а именно он вот движется и работает через поколение помните мы уже говорили про то что авраам хотел одного сына ему бог сказал бы у тебя вот на песок посмотри на звезды посмотри я вот столько сделаю то есть до авраама интересовала его жизнь здесь бога интересовало совсем другое бога уже интересовало им хотел у сердца у бога было вот о том о поколениях о картине а а вот о чем-то великом на будущем в то в то куда он хочет привести авраама там и сделать через авраам он пытался этим ободрить я вот думаю вот меня ободрил вот это или они но похоже что нас должно это ободрять о чем это говорит о том что на самом деле вот почему мы так потребительских земли относимся почему у нас так много вот проблем с экологией там или еще с чем-то часто просто потому что не думаем о том что достанется следующим поколением на самом деле ну я так вот я сам так иногда думаю вот так иногда думаешь а будет война да они будет война ядерная война с американцами там и ты такой думаешь ну может не в мое время да может мы тут все поживем а чурим там уже какая разница меня уже здесь не будет правильно вот это вот потребительское такое человеческое плотское мышление но такое но мы видим что у бога мышление другое на самом деле и он нас к этому мышлению постоянно призвать он говорит то что ну важно думать о том что что будет там как будет там кто будет после себя и куда мы придем на самом деле и так же когда он говорит что я бог авраама исака иакова он говорит то что я не бог вот одинаковых всех отношения со мной это вот бог трех разных личностей авраам исак я если мы почитаем их не истории поразмышляем они когда-то они все были разные один так жил в одно такая была история у другого была другая история исак вообще просто вот прожил там спокойненько и и все у якова там куча приключений было высоко немного у аврааму больше да то есть это гонок но бог был и там и там и там иисус нам даже однажды тоже говорит когда он этот пример приводит там вот это мышление иисуса вообще понять очень трудно когда его спросили загробной жизни там а как там будет он говорит суду ки по моему которые вот не верят воскресенье там или еще что в эти сверхъестественные вещи в ангелов они учат спросили он бы разве не написано у вас я бог авраама исака и яков потому что он не есть бог мертвых но бог живых что хочет сказать иисус понимаете непонятно мы можем конечно подумать что они да они живы наверное там с ним на небе да самая такая простая логическая цепочка которую мы можем прийти но я также думаю что он это имеет ввиду еще то что и сейчас живут эти авраамы исаки и яковы только вот ну в разных людях и в разных поколениях там и так далее поэтому что это еще значит я бог авраама исака у каждого своя история но каждый является продолжением предыдущего и началом для последшего по последующим каждый был сыном и потом стал отцом то есть вот тоже да мы видим что это здесь прослеживается на самом деле такая мысль поэтому я считаю что часто проблем заключается в том что каждое поколение поколение вот наша там до часто вот проблем что мы не можем ну понять смысл жизни как-то вот в жизни правильно отнеслись что мы слишком фокусируемся на собственных проблемах на собственной жизни вот что вот нам бы прожить вот тут вот как то вот все побольше там получить для себя да как то это вот поинтереснее по насыщение прожить и все и уже дальше не так важно но тот принцип который я вот вижу через писание это то что на самом деле для нас благословение это когда мы его дети позаботиться о родителях и приготовить оставить наследие для детей понимаете вот они 22 вот этих момент не то что ты ради них живешь но это как является твоим вот на самом деле очень важным принципом что ты о них заботишься пока ну как бы им старости обеспечиваю этим готовишь передаешь встаешь на ту позицию уже они на тебя тебе заботиться да и и пошло и пошло и пошло поехало да мы должны научиться видеть себя в них и их в себе понимаете мы должны научиться видеть себя в них и их себе не потому что иисус даже говорит помните иоанна 10 30 написан я и отец одно отец мой более меня отец во мне и я в нем понимаете то есть тот иисус он это все понимает он понимает что ну на самом деле нету здесь разделение давайте нету здесь разделение только вот еще мой отец это еще большая часть меня которую я еще еще и больше должен заботиться об этой об этой часть давайте еще одну историю рассмотрим давид и саул знаете таких людей здесь мы уже переходим на такие духовные принципы да потому что это уже лидер они не были родственниками но там есть место где они называют один называют сыном давида да саул а давид называет отцом саула и до того как давид получил вот это вот все царство саула мы знаем что саул он был таким злым царем да таким другими словами что он вот и давида преследовал и ошибок там насовершал и пророк нему пришел сказал все во царство твоего тебя будет забрано и отдано другому и были пророчества и он слышал и про давида он хотел своему сыну оставить янафану да но все время видел по всей вероятности что давид он более на это подходит и это его бесило он за ним гонялся он хотел постоянно убить он кидал в него копьем когда тот сидел просто играл для него там да на музыкальном инструменте развлекал его да то есть знаете да немножко этой истории вас перечитать она находится в первом книге царств да то есть были такие сложные взаимоотношения между саулом и давидом причем не со стороны давида давид он вообще вот никогда не какого повода саулу не дал для этого но просто бог был с давидом бог отошел от саула и бог был уже с давидом да то есть и тут это все тоже видел и из-за этого переживал поэтому очень сильно хотел убить давида опять же это имеет определенный духовный смысл да то есть вот мы видим вот эту границу между тем как отец он вот его сердце она не обращена до к сыну и он ну ему не открыто как бы это потому что этот принцип еще там не заработал и происходит такой момент когда саул гонялся за давидом по пустыне да и очень сильно в туалет захотел найти очень сильно причем по большому пошел в пещерку а там сидит давид со своими людьми прячется от саула представляете дарь вот самая лучшая возможность и давид он понимает что на самом деле бог а давиду ну это же все не игрушки там идут туда то что салон реально хочет убить давида его войска намного больше давид он кое-как убегает тому уносят ноги все это на грани жизни и смерти происходит постоянно мы знаем что давид он ищет богу он говорит что вот враги меня там одолевают там и так далее и вот бух дает до давиду возможность убить саула но что делает давид отрезает край одежды в это время у саула его люди все говорят убей его ты чё не видишь он нет не подниму руки на помазанника я не могу это сделать и все за саул выходит там из пещерки и давид выходит и через какое-то время и показывает ему вот саул смотри я тебя не убил я на самом деле нормальный ты зря за мной гоняешься зачем ты хочешь мне смерти я просто вот ну ты для меня отец и и так далее и я хочу вам прочитать вот их не диалог это первая царство 24 глава давид ему кричит ну давайте тут и и сказал давид саула зачем ты слушаешь речи людей которые говорят вот давид умышляет зло на тебя вот сегодня видят глаза твои что господь придавал тебя ныне в руки моей в пещере и мне говорили чтобы убить тебя но я пощадил тебя и сказал не подниму рук не моей на господина моего ибо он помазанник господа отец мой посмотри на край одежды в твоей руки твоей в руке моей я отрезал край одежды твоей от тебя не убил узнай и убегись что нет в руке моей зла не коварство я не согрешил против тебя а ты ищешь души моей что поднять ее ну и так далее и теперь хочу прочитать часа уговорит после этого когда кончил давид говорит соусе слова соус сказал ты ли это твой ли это голос сын мой давид и его звал соул и возвысил саул голос свой и плакал и сказал давиду ты правее меня ибо ты воздал мне зло воздал мне добром а я воздавал тебе зло ты показал это сегодня поступив со мною милостиво когда господь придавал меня в руки твои и ты не убил меня кто найдя врага своего отпустит бы отпустил бы его в добрый путь господь воздаст тебе добром за то что ты сделал мне сегодня и теперь я знаю что ты непременно будешь царствовать и царство израилево будет твердо в руке твоей и так далее да то есть представляете что происходит что давид ну вот через этот поступок давида вроде все ситуации складывалось к тому что давид должен был убить саула потому что сам бог предал саула в руки давида но давид этого не делает и что происходит сердце отца сердце саула начинает благословлять давида того кого хочет убить того кому он разумом да он за ним также гоняется он ну также ненавистен он также ему завидует он не хочет его он не хочет его благословлять другими словами но вот это вот почтение которое проявил давид к нему до привоз там не там был второй потом случай когда давид ночью пришел там тоже в их не стан забрал его копье тоже они все там спали они могли его убить потому что саул на этом не остановился он какое-то время успокоился потом опять начал гоняться за давидом и была тогда вторая такая же история то есть бог дает дважды давиду дает такое испытание восстать на отца восстать на своего лидера восстать на действительно вот это старшее как поколение сделать что-то плохой бог дает то есть можно рассудить что бог дал все нужно просто делать и забирать царство но давид этого не делает давайте очень важный принцип и происходит вот просто вот просто перемена что происходит вот то что саул нехотя благословляет давида понимаете то есть нехотя то есть он вот именно с сердцем его сработал понимаете он понял что вот это тоже очень важный принцип что он сидел в пещере чем там до нюхала вот это вот нечистоту саула не нравится об этом говорить но это о чем говорит это опять же есть духовные принципы когда давид мог вот ну вот такие вещи происходили просто ну мерзкие да и то что он саул надо было его и люди все нюхали там и все хотели убить и так далее но давид не делает давид не делает и поступает по-другому и второй раз бог опять же его испытываю я думаю бог дважды испытывает сердце давида на предмет почитания отца бог придает саула в руки давида показывает что давид более угоден богу чем желающий ему смерти саул дважды давид имеет возможность расправиться саулом как с врагом преследующего его жизнь то есть да вот этот вот принцип то есть он был врагом как бы да и саул для него был врагом но в то же время и еще и был отцом да и вот давид поставил то что он был отцом то что он был старшим лидером он поставил это выше чем просто он был для него враг враг хотел его убить давид отказывается смотреть на саула как на врага но видит в первую очередь отца и мы видим как срабатывает вот этот механизм разворота сердца давайте мы откроем малахиев конец книги малахии это значит что такое вообще книга малахии это последняя книга ветхого завета грубо говоря последняя книга писания да и она заканчивается знаете каким стихом я сейчас прочитаю два последних стиха и вот я пошлю к вам или у пророка перед наступлением дня господня великого и страшного и он обратится сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их чтобы я придя не поразил землю проклятие и мы видим вот что я пошлю к вам или там выше вся эта четвертая глава начинается с того ибо вот придет день пылающий как печь тогда все надменные поступающие нечестиво будут как солома и попалит их грядущий день говорит господь так что не оставит у них ни корня ни ветвей а для вас благоговеющий пред именем моим взойдет солнце правды и исцеление в лучах его и вы выйдете и взыграете как цель цельцы упитанные и так далее то есть это говорится о приходе дня господнего это говорится вот о том что вот ну все люди на самом деле ожидают и именно ожидают христиане вот я не знаю про чё здесь да больше говорится первое пришествие второе пришествие не знаю не знаю как это все интерпретировать что такое да когда как этот день настанет что мы на самом деле увидим да но сам факт того что похоже еще он не пришел правильно потому что вот мы не взыграли мы еще как тельцы выпитанные перед нечестивцами правильно то есть но он обещан этот день что взойдет солнце правда написано там и так далее и вот последним предпоследний стихи он говорит но я пошлю или пророка за который перед наступлением дня господня великого и страшного перед наступлением дня пошлю или пророк который обратит сердца отцов к детям и сердца детей к сам их чтобы я придя не поразил землю проклятие то есть мы видим определенные условия перед наступлением дня господня что должно произойти некое такое событие что сердца отцов будут развернуты к детям сердца детей будут развернуты к отцам о чем это нам говорит о том что скорее всего они сейчас развернуты вот так правильно и раз этот день еще не пришел или мы считаем что это уже есть что мы сейчас правильно развернуты не знаю задаю вам как бы большего вопросы и просто вижу что этот принцип очень важен перед богом что вот этот разворот сердец он должен произойти перед наступлением вот этого дня который все так сильно ожидают что этот разворот должен произойти узнать еще самое интересное почему я вам это проповедую много раз я посмотрел интернет чуть-чуть кто проповедовал там по поводу отцы дети так набрал эту тему немножко и я смотрю в основном эту тему проповедуют отцы отцы и они как-то вот ну пытаются научить детей но я понимаю что отцы сделать ничего не могут отцы сделать ничего не могут отцы не могут ну развернуть свои сердца к детям не могут потому что это зависит от детей только дети в состоянии развернуть сердца отцов к себе понимаете или не понимаете это сделал иисус на самом деле он пошел он это сделал через вот потому что все что он сделал это было послушание как бы отцу это было вот почтение отцу он отдал всего себя отцу хотя отец не мог от него этого требовать и все в этом заключалась там не было просто вот такое повеление до послушания да то есть там мы видим что вот это вот борьба иисуса да она именно в этом и заключалась что как будто бы он может этого не делать потому что отец не вправе требовать от сына всего того что есть у сына понимаете вот это также действует с нашими родителями вот наши родители они так ведут себя что они вот не вправе требовать всего что есть у вас для себя на самом деле и поэтому но сердце их не развернется когда они вот увидят как раз вот это по отношению к своей жизни и потому что бог на самом деле он да мы мечтаем вот это евангелие мы читаем библию и мы понимаем что вот нам описывать бишь что бог этот добрый отец который ждет своего сына написано что он ничего сделать не может понимаете он вот мы хотим мы просим там да мы просим благословения она что она не работает только по той причине потому что сердце его не развернут потому что он не получает должного почтения на самом деле иисус он это сделал и поэтому мы принимая как бы иисуса следуя его учения принимая его жизнь как бы в свою жизнь мы получаем этот принцип благословения сердце начинает благословлять нас и вот этот разворот происходит давайте я вам я уже тему накидал мне на самом деле тяжеловато с формулировками иногда быстро я вот сейчас вот вы уже все поняли я вам прочитаю попробуем такую форму более-менее заключение стена между поколениями есть проклятие для земли это нарушение естественного закона бытия поколение своими сердцами просто развернуты в разные стороны он говорит я бог авраама исаака и аква бог пребывает в поколениях время одного поколения слишком коротко чтобы познать смысл жизни лишь только человек созревает и достигает мудрости как у него заканчиваются силы для воплощения в реальность того что он наконец-то осознал если нет передачи всего накопленного следующему то идет постоянная потеря накопленного мы достигли прогресса только на основании нажитого прежними поколениями и ни одного ни двух не даже не трех и не десяти мы движемся хотя и постоянно останавливаемся каждый раз теряя уже когда-то усвоены то есть вот понимаете да про что я говорю то есть вот ну на самом деле мы сейчас с вами да как человечество находимся на том месте только благодаря вот всем этим поколениям потому что они вот передавали 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 мы вот можем это воплотить то же самое как бы и в духовной жизни происходит мы движемся хотя и постоянно останавливаемся каждый раз теряя уже когда-то усвоено часто это происходит именно за стены между сердцами отцов и детей вместо того чтобы использовать весь опыт отцов мы начинаем многое сначала вот так оно происходит то что вот именно из-за того что сердца они друг другу на друг друга не смотрят дети каждый раз психуют и мы по-другому пойдем мы по-другому пойдем и получается вот эту вот машина которая как бы не работает которая все время спотыкается которая не работает так как должна работать почему я опять же это говорю потому что я сейчас прочитал последние стихи малахии что должно произойти к чему нам нужно прийти то есть вот пришествие дня господнего нас основного она напрямую связано как раз с разворотом вот этих сердец друг другу когда вот эти вот сердца они будут развернуты друг другу и мы видим что как иисус он поступил сердца отца из-за своего вот этого почтения из-за своего стопроцентного послушания всего себя отдал отцу и отец все отдал своему сыну понимаете то есть отец он готовил для своего сына все это но произошло это совершилось сын туда пришел только после того как сын смог все отдать до этого момента у отца просто руки связаны поэтому отцы всегда ни при чем потому что в данный момент времени они уже отцы и даже если бы хотели что-то изменить уже не в силах это сделать и вместо того чтобы благословить детей они больше увлечены как бы сожалением изменить что-то могут только дети и не критикой отцов виде их ошибки а только проявив глубочайшее почтение только лишь которая в состоянии растопить сердце отца из которого выйдет благословение которое воплотиться в реальность поняли еще раз вместо того чтобы благословение изменить что-то могут только дети и не критикой отцов виде их ошибки а только проявив глубочайшее почтение которое только лишь в состоянии растопить сердце отца из которого выйдет благословение которое воплотится в реальность как саулом произошло как с давидом произошло понимаете как с иак вам произошло понимаете то есть как будто вот почтение сына да нечто большее чем чем он сделал там еще во втором случае когда давид не убивает саула саул говорит такие слова ты вообще благословенный он будет и дело сделаешь и превозмочь превозможешь знаете вот такое слово превозмочь да то есть сделать больше чем на самом деле ты даже можешь сделать это то как вы должны почти и своих родителей и то как мы должны почитать своих как будут лидеров и и иностранных именно именно в сердце именно то чтобы их не сердце это почувствовало мы не обязательно должны быть во всем им послушны со всем с ними согласны просто это сердце их не должно это однажды ощутить и почувствовать должны произойти такие вот именно дела которые им это докажут которые и до них дотронуться понимаете и что произойдет произойдет вот этот вот разворот сердца который так необходим нам для того чтобы пришло вот это благословение что пришел этот день господний что бог не поразил землю проклятием сейчас мы то звено которое не должно оценивать и портить мы поколение счастливчиков с целью почтить перенять и передать и мы обязаны это осознать чтобы не испортить того что уже вокруг нас но при умножите сохранить ну я не знаю почему ну вот как-то я когда вот это все так думаю об этом насколько это важный принцип я так вот о нашей всей планете думаю что если бы вот наша планета вот все-таки смогла да мы же видим когда эти миллиарды растут там да и в итоге мы куда-то идем до что что просто место на не останется или еще чего-то да и если мы не придем к этому принципу до провожать хорошо отцов и сохранить накапливать и вовремя передавать детям да не испортив там и так далее то на самом деле у нас как бы выхода нет у самой земли поэтому я тоже здесь вижу этот принцип что ну человечество оно должно вот забыть об этом вот эгоизме и именно должны сердца отцов и детей друг другу развернуться понимаете потому что отцы они уже они уже были детьми они уже прожили они уже видят что дети ошибаются на самом деле что если бы у них у отцов была возможность сейчас быть детьми почти своих родителей они бы это сделали то что у них уже мудрость есть но дети все время находятся вот вот в этой позиции что как бы вот они не слышат отцов поэтому вот я говорю что вот это вот изменить могут только дети поэтому я считаю что это топ ну вот это слово к нам мы как бы вот ты сегодняшнее поколение то что это действительно очень важный принцип если мы его осознаем если мы понесем если мы как бы вот его впитает то может быть что-то изменится и распространим и потому что ему опять же почему это говорю потому что в малахии написано что это должно произойти и кто такой или и что он сделает как это произойдет я не знаю который вода или пророк перенос который он обратит сердца отцов и сердца детей к отцам их да как это происходит я не знаю но иисус однажды сказал но если хотите или уже приходил для меня здесь когда иисус он так говорит он так сказал что он не морочите голову друг другим словами по этому поводу вес вам легче так представить на потому что они у спросили ну или же должен прийти там перед тобой он ведь хотите или уже приходил поэтому поэтому есть время когда но мы не можем понять что же это за образ или и даю и как же он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам я здесь вижу или как человек который помолился за жажду я уже однажды это говорил да и вот это вот при вот это вот жажда когда пришла да вот тогда может быть эти сердца друг другу обратились или или еще что то что я сам не понимаю не знаю но я зацепил этот принцип поэтому пытаюсь вам его передать доказательством этому служит и евангелие где отец желает но не может благословить своих детей и с украшенным сердцем вынужден наблюдать за происходящим сердце отца просто не слышит просьбы непокорных детей независимо от его предпочтений и поэтому не имеет степень удаленности то есть количественное и качественное измерение греха грех по сути это непочтение отца в его глазах из-за которого его сердце не может быть обращено в нашу сторону просто вот ну то срабатывает такой принцип нету почтения сердце не может быть обращено он скорбит о нас он скорбит он видит он хочет и просьбу твою услышь тут прислушивается на самом деле да как один сегодня отец он всматривается в дать ждет своего сына да и вот как только он увидел сразу побежал поэтому вот оно так происходит иисус это сын это прообраз сына на самом деле и суть и смысл сына который все вот это сделал почтивший на деле сердце отца развернувший свое сердце к нему и принес ей благоуханную то есть приятно пахнущую жертву послушания в духе то есть не просто выбор выполнивший прямое повеление но именно выполнивший то что отец не не осмеливается просить от сына понимаете то есть вот ну суть вот этого то что сделал иисус бог не может этого требовать то чтобы вот сын принес себя в жертву но он это как бы вот надеется да вот он потому что только сердце отца только вот благодаря этому может быть развернут отец который является всем для сына не может требовать от сына чтобы тот стал всем также для отца только сам сын может свое сердце развернуть к отцу до этом в притчу о блудном сыне нам отец говорит там своему сыну гацин мы все мое твое да это что это принцип отца на самом деле вот все что отцовская она принадлежит детям но сердце разворачивает сын когда все свое показывает что отец и мое все тебя понимать и мое все так же то тебе принадлежит и когда вот ну настанет такое время когда настанет такой от краинка настанет такое понимание солнце правда засияет как тельцы упитанные праведники засияют понимаете вот я вот их представляю этих тельцов упитанных там написано что будут попирать нечестивых ибо они будут прахом под стопами ног ног ваших тот день который я садил и говорит господь савалов пойти мы же хотим вот но эту победу мы хотим чтобы на самом деле вот ну это произошло но это происходит через вот эта вещь должна произойти разворот сердец только сам сын может свое сердце развернуть к отцу а отец даже не может вмешиваться в этот процесс иначе сама суть всего опять будет нарушена то есть другими словами отец ну то что отец не может тебе дать деньги искать иди купи мне и и все будет хорошо да сам сын сам сын должен свое потому что суть будет нарушена иисус говорит то что да или написание как не послушанием одного все попали под проклятие также послушанием одного все оправдались это то что сделал иисус христос каждый из нас должен пройти путь иисуса в своем сердце но еще больше мы как церковь то есть его тело здесь на земле также должны повторить его путь я из путь истинной жизни сказал иисус путь сын это наш путь это не то что должно произойти в момент это действительно путь это процесс трансформации нашего сердца они какая-то красивая сказка ничего не делали иисус пройдя этот путь дал нам надежду чтобы мы однажды тоже сможем по нему пройти пойти вот ну иисус это путь он сказал я из путь истинной жизни сейчас слышим вот этого путь истинной жизни это первое вот да он показывает нам что это путь к истине это путь к жизни да но это это и как бы его путь и хотим мы там или нет мы должны тоже вот себя в это поместить понимаете свою цену заплатить свои чувства в это вставить своей ситуации пройти понимаете глядя на иисуса глядя на этот пример пользуясь этой благодатью что он уже как бы за все заплатил и у нас грубо говоря есть бесчисленное множество попыток для того чтобы все-таки этого достигнуть бесчисленное да для него нет как бы при этом уже все сделал но мы тоже должны пройти этим путем и лично и как церковь потому что вот я верю что именно и это будет означать приход этого дня когда и опять же прихожу через это опять к своему любимому стиху что вся тварь с надеждой ожидает откровения сынов божьих я вот не хотел к нему опять приходить я думаю ну чё он меня так засел что я все время вот о каком-то будущем мечтаю о том что вот тварь тут ожидает откровение сынов божий как мы можем это понять и скорее всего это не в наше поколение произойдет а откуда мы уверены что это не в наше поколение произойдет может нам стоит задуматься может быть стоит поверить потому что в какое-то поколение это должно произойти правильно ли в какое-то поколение должно произойти иисус когда говорит фарисеям он говорит отцы ваши ели манну в пустыне и умерли вы знаете я не хочу что про меня сказали следующее поколение что мои мой отец ел манну в пустыне и умерли я бы хотел чтобы про меня сказали что я что мы до что мы то поколение которое привело нас в землю обетованную понимаете потому что из рода в из поколения в поколение из-за вот этой вот преграды между отцами и детьми из-за того что все время прерывается эта цепочка можно сказать про каждое следующее поколение что они ели манну в пустыне и умерли о чем это говорит дам уже с вами разбирали что такое манна и что такое пустыня что пустыня это душевные отношения с богом что это отношение с богом душевные отношения с богом да там были чудеса да там были знамения да это поколение видела какие-то славные вещи там и так далее вот каждое поколение но примерно так и принимает мы даже как верующие нам все время все верующие которые были не раз как вот у нас там вот было а мы тут вот живем и ничуть чуть не видим практически да потому что вот это манна и вот эти вот душевные отношения они это не есть вот идеал настоящих отношений все таки вот должно стать то поколение до которое войдет в землю битва мы можем конечно не верить что это мы и вот не веря она именно хочет так всегда говорить что это не мы это там не для нас и так далее но и мы грубо говоря не много можем для этого сделать но вот сегодняшняя тема именно практическая ее часть по тому как нужно относиться к отцу матери и как почитать старших как почитать лидеров она как раз и есть вот этим предверием для того чтобы наступил этот день понимаете то есть если мы сможем сами это нести из и детям передать то есть шанс что что-то изменится правильно и вот это вот слово то что вся тварь желает откровения с надеждой ожидает откровение сынов божьих опять же да опять мы встречаемся с этим словом сынов поймете сын сынов потому что это опять же принцип сыновства то есть она ожидает не откровение отцов божьих да и матерей божьих и сестер и братьев и так далее а именно сынов божьих то есть именно вот сынов настоящих сынов и вижу вот это очень важно иметь это откровение сынов почитающих отца создателя откровение сынов на мой взгляд заключается в истинном почитании бога внутри своего сердца без обнаружения скрытых эгоистичных мотивов не дающих сердцу отца развернуться в нашу сторону любая фальшь неприемлема не то чтобы это отцу не нравится это просто такой принцип давайте то есть вот ну никакая фальшь не ничем мы вот не можем богу уговорить нам отвечает только вот это вот почитание чё там переписывать чё там если прочитать ладно поняли нет захотелось вам продукт в родителям купить не не прекращается значит она больше значит надо колбаску и подороже это я просто больше как бы для себя понятно что я тоже делаю что-то там но когда у меня получается возможность что я сделает больше я вижу реакцию другую я чувствую на своей жизни благословение я даже даже физически это ощущаю ну как бы это приходит на самом деле благословение по работе там и финансовые и так далее когда когда делаешь превозмогаешь немного что и делаешь этот принцип потому что сердце благословляет бог слышит сердце и вот вам домашнее задание найдите в библии тот момент где один человек подходит к иисусу иисусу мгает ты след это я хочу следовать за тобой я пойду за тобой но позволь мне прежде похоронить отца айзу вспомнить еще ему говорит пускай мертвые своих мертвецов хоронит а ты следуй за мной вот вам просто на буду это домой головоломочка такая потом может быть как-нибудь обсудим эту ситуацию потому что это тоже касается до отцов и детей и я знаю что ну иисус он не противоречит никогда себе этот принцип который мы сегодня разобрать очень важный принцип но здесь то что он хочет сказать тоже является каким-то важным принципом поэтому вот все спасибо